Здравствуйте! В эфире «За Каспием». О самых актуальных новостях по ту сторону Каспии расскажем прямо сейчас. Меня зовут Руфат Халафов и в начале выпуска некоторые из главных тем. В Ташкенте проходит 16-й саммит Организации экономического сотрудничества. В его работе принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Символ независимости и государственности. 9 ноября в Азербайджане отмечается День государственного флага, который сегодня развивается на всей территории Азербайджана. В Казахстане создается научно-исследовательский институт Каспийского моря. Главная проблема, с которой он будет бороться – обмеление Каспия. Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Узбекистан для участия в 16-м саммите Организации экономического сотрудничества. В Ташкентском международном аэропорту в честь главы государства был выставлен почетный караул. Президент Азербайджана встречали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица. Президент Азербайджана Сегодня же состоялась встреча президента Азербайджана Ильхам Алиева с президентом Узбекистана Шавкатом Мерзиоевым. Лидер Узбекистана поблагодарил и поздравил президента Азербайджана с успешным председательством в Организации экономического сотрудничества. Азербайджана Азербайджана Президент Азербайджана Ильхам Алиева с премьер-министром переходного правительства Пакистана Анваром Ульхаком Какарома. На встрече было выражено удовлетворение нынешним состоянием отношений между Азербайджаном и Пакистаном. Премьер-министр Пакистана поздравил Азербайджан с успешным завершением антитеррористических мероприятий и полным обеспечением суверенитета страны. Корреспондент ТБС Шамистан Мамедов отслеживает визит президента в Узбекистан и сейчас подключается к нам в прямом эфире, чтобы дать более подробную информацию. Здравствуй, Шамистан. Слово тебе. Здравствуйте, коллеги. Да, вы правильно отметили, мы находимся в Ташкенте, в столице Узбекистана. И сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на 16-м саммите Организации экономического сотрудничества. Ильхам Алиев отметил, что у Азербайджана и Узбекистана успешно развиваются отношения, успешно развиваются сотрудничества в различных областях. Ильхам Алиев напомнил, что посещал Узбекистан в прошлом году несколько раз. Это один государственный визит и два рабочих визита. Глава государства также напомнил о том, что президент Узбекистана бывал в Азербайджане. И я напомню, они участвовали в открытии школы в освобожденном городе Физули, Карабахского региона Азербайджана. Ильхам Алиев, сегодня выступая на саммите Организации экономического сотрудничества, отметил, что Азербайджан заинтересован в реализации проектов в рамках этой организации. И Азербайджан, Баку продолжат прилагать все необходимые усилия для реализации подобных проектов. В центре внимания проекта возобновляемой энергии. Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан в стране реализует проекты в этой сфере. И они уже есть успешные показатели. Причем проекты реализуются в том числе на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана. К слову, Ильхам Алиев напомнил, что в октябре этого года, в прошлом месяце, саммит, значит, совещание, встреча министров иностранных дел, Организация экономического сотрудничества проходила в жемчужине Азербайджана, в городе Шуша. И Ильхам Алиев напомнил, что вчера азербайджанский народ праздновал третью годовщину освобождения азербайджанских территорий от армянской оккупации, третью годовщину освобождения города Шуша от армянской оккупации. Ильхам Алиев воспользовался случаем и поблагодарил глав государств, стран-участниц этой организации за поздравления, которые прозвучали в адрес Азербайджана и азербайджанского народа. Президент Ильхам Алиев напомнил, что Армения 30 лет держала под оккупацией азербайджанские территории. И Азербайджан в 2020 году, воспользовавшись правом ООН на самооборону, провел контрнаступательную операцию. И в результате войны, Второй Карабахской войны, азербайджанские земли были освобождены от армянской оккупации. Ильхам Алиев отметил, что за время оккупации Армения разрушила 65 мечетей из 67 мечетей в Карабахе. И помимо этого были стерты с лица земли целые города. И сейчас восстановительная работа продолжается стремительными темпами. После выступления президента Азербайджана, президент Узбекистана вновь поздравил азербайджанский народ с годовщиной победы в Карабахе. И он отметил, что Азербайджан освободил свои земли от оккупации. Президент Узбекистана в своей речи подчеркнул, что поблагодарил Азербайджан за председательство в этой организации. К слову, я напомню, что в следующем году саммит, вероятно, пройдет уже в Азербайджане. И азербайджанская сторона выразила готовность для проведения этого саммита. К слову, саммит Организации экономического сотрудничества дважды проходил в Азербайджане. И страна готова в третий раз его принять. Президент Узбекистана в своей речи подчеркнул, что существует огромный потенциал для развития сотрудничества между странами-участницами Организации экономического сотрудничества. Но при этом этот потенциал не полностью реализован. В частности, он отметил необходимость упрощения таможенных процедур, необходимость упрощения процедур для грузоперевозок. Была подчеркнута и необходимость работы, продолжение работы в сфере для создания транспортных коридоров. Шовхят Мерзиёв отметил, что страны-регионы обладают огромным транзитным потенциалом и нужно этим воспользоваться. При этом здесь также были озвучены и экономические показатели со стороны президента Узбекистана. В частности, он отметил, что взаимный торговый оборот составил 25 миллиардов долларов США в прошлом году между странами-участницами Организации экономического сотрудничества. Но эти показатели он назвал низкими и отметил, что все же к 2030 году страны-участницы планируют увеличить эту отметку аж вдвое. Для этого он предлагает создать необходимые комиссии, как комиссию для привлечения инвестиций в страны-участницы этой организации, а также другие комиссии. Также в Центре внимания реализация проектов в гуманитарной сфере Шовхят Мерзиёв предложил ежегодно проводить недели кино, различные форумы молодежи, недели культуры в странах-участницах организации. Помимо этого он также отметил необходимость реализации проектов по зеленой энергии. И в этом плане также эти страны-участницы могут взять опыт Азербайджана, потому что Баку действительно очень успешно реализует проекты в этой сфере. И как отметил президент Азербайджана, ведущие компании из этой сферы сотрудничают с Азербайджаном, подписываются необходимые соглашения. Также здесь на этом мероприятии был поднят вопрос сектора газа. Обсуждалась ситуация в секторе газа, в частности президента Узбекистана призвал стороны конфликта к мирному диалогу и принятию компромиссов. Также президент Ирана здесь участвует на этом мероприятии. И он в своей речи также коснулся о ситуации в секторе газа. Президент Ирана осудил происходящее в секторе газа. Также он раскритиковал деятельность Соединенных Штатов Америки и европейских стран в этом вопросе. И назвал гибель мирного населения, мирных жителей в секторе газа крупнейшим геноцидом этого века. Так я цитирую президента Ирана. Здесь обсуждаются и другие вопросы. Я отмечу, что в целом на территории стран участниц Организации экономического сотрудничества проживает более 500 миллионов человек, а ВВП превышает 2 триллиона долларов США. Более подробно об итогах этого мероприятия мы расскажем уже в следующих эфирах студии. Спасибо, что Шамистан. Шамистан Мамитов рассказал о работе 16-го саммита Организации экономического сотрудничества. Стратегическое партнерство между Азербайджаном и Узбекистаном успешно развивается. Реализованные Азербайджаном крупномасштабные энергетические и транспортные проекты способствуют успешному развитию и других государств. Об этом в интервью телеканалу CBC заявил руководитель отдела Института стратегических и межрегиональных исследований. При президенте Республики Узбекистан Бахрамжон Сатибалдиев на проходящем в Ташкенте 16-м саммите Организации экономического сотрудничества. Отношения со странами Центральной Азии, в том числе с Узбекистаном, занимают важное место во внешней политике Азербайджана, а в последнее время эти отношения неуклонно расширяются. В двусторонних отношениях у нас сейчас идет как бы рассвет наших отношений экономических, потому что мы видим тот большой, огромный потенциал, который сейчас имеет Азербайджан. Ваши транспортные, логистические возможности, мощности. То, что вы сейчас модернизируете железную дорогу Баку-Тибилиси-Карс. То, что вы сейчас создаете дополнительные мощности в Бакинском порту. И те возможности по организации новых проектов для совместной реализации двусторонних экономических проектов и в Азербайджане, и в Узбекистане. В интервью телеканала CBC Бахрамон Сатибалдиев также заявил о том, что помимо роста двусторонних отношений важно учитывать огромный потенциал организации экономического сотрудничества, который в будущем будет лишь усиливаться. Потенциал организации экономического сотрудничества еще полностью не раскрыт. В новых геополитических и геоэкономических условиях современности он сейчас представляет очень большой интерес для, во-первых, в рамках привлечения инвестиций, потому что если посмотреть на члены организации, это население 500 миллионов, свыше 500 миллионов человек, 8 миллионов квадратных километров охватывает организация. И совокупный ВВП членов организации составляет свыше 2 триллионов долларов. Тему Азербайджана в узбекских отношениях продолжим с гостем. На прямой связи со студией профессор кафедры экономики, бизнеса и менеджмента Азербайджанского университета архитектуры и строительства Эльшан Курбанов. Эльшан, здравствуйте, добрый день. Добрый день. На встрече были затронуты вопросы расширения торгово-экономических отношений между двумя странами. Как это, по-вашему, отразится на росте товарооборота между Азербайджаном и Узбекистаном? Надо признать, что Организация экономического сотрудничества на сегодняшний день является одной из лидирующих региональных организаций. И в рамках этой организации взаимосотрудничество между членами организации это одно из важных направлений, которое стимулирует эта организация, которое генерирует дополнительные возможности. И я уверен, что в ближайшее время торговый оборот между Азербайджаном и Узбекистаном может повыситься до основной ключевой цифры, которая может исчисляться в миллиард долларов. Это будет не в ближайший год, конечно же, но в ближайшие несколько лет, 3-5 лет, эта цифра достижима. Исходя из того, какие двусторонние отношения развиваются между Азербайджаном и Узбекистаном, и насколько успешно Азербайджан и Узбекистан сотрудничают в рамках различных международных организаций, в том числе и в рамках организации экономического сотрудничества. Да, действительно, Шамер, как мы слышали только что в прямом подключении нашего корреспондента, что в следующем году хотят в два раза увеличить тот самый товарооборот. Такой вопрос, Шамер, между Азербайджаном и Узбекистаном также развивается еще и стратегическое партнерство. Что собой подразумевает это партнерство, по-вашему? Конечно, говоря о стратегическом сотрудничестве, мы имеем в виду не только экономическое сотрудничество. Наши коллеги уже отметили, что в рамках организации экономического сотрудничества многие страны поздравили нашего президента с решением вопроса целостности государства и решения проблемы Карабаха. И это очень символично, что наш президент посещает это высшее собрание, саммит на следующий день после парада победы, проведенного в Ханкинде. Что это дает, особенно в отношениях между Узбекистаном и Азербайджаном? Как минимум, то, что недавно, буквально в июне 2022 года, было подписано всеобъемлющее соглашение о увеличении стратегического сотрудничества, о усилении стратегического сотрудничества. И в рамках этого договора, соглашения, было подписано 18 документов, которые предопределяют взаимоотношения между различными индустриями, различными государственными компаниями и министерствами, министерствами и ведомствами. В том числе было подписано 4 документа о городах-побратимах. Это Хива и Шуса, это Бухара и Линкарань, Кокан и Щати, и Самарканд, вторые города наших стран, Самарканд и Дяньдзя. Следует отметить создание совместного инвестиционного фонда на 500 миллионов долларов, которые будут инвестировать в Азербайджан и в Казахстан. И очень существенно надо отметить соглашение о достижении понимания и предоставления узбекским предпринимателям и компаниям, транспортирующим свои товары через Азербайджан. Это 50% скидок от тарифов, которые существуют у Азербайджана. Что дает возможность узбекским предпринимателям переваливать товары через азербайджанскую территорию в Европу. Это в свою очередь усиливает значимость серединного коридора, который проходит через нашу страну, через нашу республику. И, соответственно, весь этот пакет и документов, и, скажем так, преференции, которые будут предоставляться узбекским предпринимателям. И те инвестициональные вопросы развития, инвестиционные фонды, взаимоотношения между государственными структурами приведут к тому, что значимость стратегических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном со временем будет все усиливаться. Благодарю вас за ваши ответы, Ильшан Мам. И напоминаю нашим зрителям, что на прямой связи со студией был профессор кафедры экономики, бизнеса и менеджмента Азербайджанского университета архитектуры и строительства Ильшан Курбанов. Сегодня в Азербайджане отмечается День государственного флага. После восстановления Азербайджаном независимости, ставший символом Национального суверенитета, государственный флаг Азербайджана превратился для граждан страны в один из священных государственных символов. Голубой, красный, зеленый. Этот триколор сегодня гордо развивается по всей территории Азербайджана. Для любого патриота флаг – это в первую очередь любовь к родине. Еще недавно самой заветной мечтой любого азербайджанца было увидеть развивающийся азербайджанский триколор в Карабахе. Сегодня эта мечта осуществилась и стала реальностью. Отважные сыны Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего вооруженными силами Азербайджана Ильха Малиева вернули флаг Азербайджана на его законное место. Чтобы поднять его, азербайджанские солдаты отдавали свои жизни. И очень символично, что сразу после 8 ноября, Дня Победы, в Азербайджане отмечается еще один замечательный праздник – День флага. «Наш флаг – это гордость азербайджанского народа, символ нашей государственности. Независимый Азербайджан гордится всеми своими государственными атрибутами. И одним из самых важных является наш трехцветный флаг, который отражает стратегию нашего народа. Мы в этом флаге видим принципы и символы своей идентичности. Видим путь в направлении строительства современного государства, демократического государства, открытого для мира и открытого для сотрудничества». В истории азербайджанского флага немало героических страниц. В качестве государственного знамени Азербайджанской демократической республики он был принят 9 ноября 1918 года и впервые поднят на морском вокзале в Баку. Азербайджанский народ гордится тем, что впервые в истории, в мусульманском мире и среди тюркских народов именно он первым создал демократическую республику. Автором идеи тройственной формулы «Тюркизм, исламизм, европейство», а также создателем флага был известный ученый-мыслитель Алибей Гусинзайде. В 1918 году поднятый впервые азербайджанский флаг стал тогда символом борьбы за независимость, за первую в мусульманском мире на мусульманском востоке парламентскую республику, которая называлась Азербайджанская демократическая республика. И символизм событий продолжался в дальнейшей нашей истории, ведь поднятый флаг в ноябре 1918 года не только стал символом нашей борьбы, но и позволил нашему народу объединиться. И этот флаг в результате кровопролитных боев победоносных был тогда, в 1918-1919 годах, пронесен по всей территории Азербайджана, водружен в освобожденном тогда Баку. И наши враги не другие, прекрасно знают значимость и символ азербайджанского флага. Спустя 70 лет после падения АДР в апреле 1920 года, 17 ноября 1990 года по инициативе и под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева трехцветный флаг был поднят в Нахчеванской автономной республике. 5 февраля 1991 года решением Верховного совета Азербайджана этот флаг был утвержден как государственный. И уже 17 ноября 2009 года президент Азербайджан Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении Дня государственного флага, который ежегодно отмечается в Азербайджане 9 ноября. Это решение было историческим. Примечательно, что в этом году День флага будет отмечаться уже на всей территории Азербайджана, в том числе и в Ханкенде, городе, в котором 15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный триколор после ранее проведенных антитеррористических мероприятий локального характера. Флаг Азербайджана – символ государственности и суверенитета. Это символ независимого государства. Поэтому каждый гражданин Азербайджана, особенно подрастающее поколение, должны осознать и ценить это. Бенуся Назарова, Сибиси. Сразу два праздника отметили в Алматы. День победы и День государственного национального флага Азербайджана. Наше посольство при поддержке Министерства иностранных дел Казахстана провели торжественный прием, на который пригласили дипломатов, сенаторов, политиков и всех тех, кто поддерживает Азербайджан и радуется его успехом. Подробности у нашего корреспондента в Алматы Димаша Низама. Гостей торжественного приема по случаю третьей годовщины Великой Победы и Дня национального флага Азербайджана встречает лично посол страны. 2023 год для азербайджанского народа особенно значим, и казахстанцы пришли поздравить своих друзей. В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, заложившего фундамент независимости Азербайджана. Его сын Ильхам Алиев продолжил дело отца и смог добиться восстановления территориальной целостности государства. Ильхам Алиев для нас сейчас является мировым лидером. Мы его воспринимаем как одного из самых справедливых мировых лидеров, который своей гениальностью, своим умением, дипломатическим, терпимостью, политической выдержкой сумел по-настоящему отстоять национальные интересы своей страны и государства. На века вперед восстановил справедливость и дал веру многим народам, которые находятся в таком же положении, у которых аннексировали их земли, территории. Политический и государственный деятель Ганни Касымов участвовал в первой миротворческой миссии в Карабахе. Он объездил весь регион, был на переговорах и собственными глазами видел, что происходило на землях Азербайджана. Тогда было трудно поверить, что наступит день победы. Оперативный штаб миротворческой миссии от Казахстана возглавил тогдашний замминистра иностранных дел Касымжомар Токаев. На нынешнем посту главы государства он также поздравил Азербайджан с этим знаменательным днем. Часть этого поздравления зачитал азербайджанский посол. Поздравляем уважаемого господина Илхам Гейдара Алиева и азербайджанский народ с укреплением государственности. Ваша страна восстановила свою территориальную целостность и поступила в новые эпохи развития. Этот исторический шаг был осуществлен соответствующим уставам Организации Объединенных Наций и Резолюции Совета Безопасности. Благодарим президента Касымжомар Токаева и его лица, весь народ Казахстана, за строящийся в городе Физулей творческий центр. Это проявление дружбы и братства между нашими странами. На торжественном приеме гостей угощали блюдами азербайджанской кухни, а на сцене выступали артисты из Баку. Зажигательный танец азербайджанских юношей и девушек не оставил равнодушным ни одного из приглашенных гостей. Димаш Низам, Сибиси, Казахстан. Национальная атомная компания Казахстана Казатомпром подписала контракт на поставку казахстанского концентратного природного урана с компанией China National Uranium Corporation Limited. Заключение данного контракта с крупной китайской энергетической компанией будет способствовать обеспечению растущей потребности Китая в чистой безуглеродной электроэнергии и укреплению исторически-долгосрочных отношений в атомной сфере между двумя странами. Как отметили в компании стратегия Казатомпрома ориентированная на рынок нацелена на производство переработку а также продажу концентратов природного урана для создания долгосрочной стоимости для всех заинтересованных сторон. Долгосрочный контракт с китайской компанией подписан на выставке China International Import Expo 2023 проходящей в Шанхае. В рамках ранее одобрены сделки на годовом общем собрании акционеров в мае 2023 года. В Казахстане планируется создать научно-исследовательский институт Каспийского моря до конца этого года. Среди проблем, которые необходимо решить в первую очередь, эксперты называют снижение уровня воды, которое влияет на глобальный климат и экономику прикаспийских стран, а также загрязнение моря, что влечет за собой гибель тюлений и рыб. Проект нового учреждения подготовили в Министерстве водных ресурсов и ирригации страны. С подробностями Ратмир Ибраев. В 2018 году Прикаспийские государства подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, которая определила основные принципы раздела дна и подземных ресурсов, транспортировки нефти и газа, экологической безопасности и других вопросов. Кроме того, был подписан ряд меморандумов о сотрудничестве в области транспорта, торговли, туризма, борьбы с терроризмом, наркотрафиком и других сферах. В настоящее время работа по разработке и подписанию дополнительных соглашений по конкретным направлениям сотрудничества продолжается. При этом вопросы по распределению забора воды актуальны до сих пор, отмечают эксперты. Мы немножко по сравнению с ближайшими странами Прикаспийского региона опаздываем по созданию института Каспия, потому что данные институты существуют в Туркмении, в 2022 году создан в Российской Федерации, существует Азербайджан. У Каспии есть один нюанс, он единственный источник пополнения воды является Волг, Ураль-Волжский бассейн. Именно Волга 85% дает воду в Каспии. Понижение воды Каспийского моря очень влияет на народно-хозяйственные действия нашей страны. Кстати же, по проекту Кашаган, если уровень воды идет вниз, то мы можем потерять этот проект сам Кашаган. То есть, получается, Каспийский это гордив узел экономики, экологии. Научно-исследовательский институт Каспийского моря будет работать в нескольких направлениях. В первую очередь, выявлять причины снижения уровня воды и массовой гибели тюленей и рыб. По данным экологов, во время прошлогоднего массового мора Каспийских тюленей погибло почти три тысячи краснокнижных животных. Государственная система мониторинга Каспийского моря будет проводиться силами данного института. Здесь очень много различных проблем и по вопросам тюленей, по рыбным ресурсам, по загрязнению акватории Каспийского моря, по деятельности нефтедобывающих компаний. Поэтому государственная система мониторинга, она будет контролировать те мониторинговые системы, которые проводят недропользователями, производственный мониторинг, ведомственный государственный мониторинг. Кроме того, институт будет иметь международный статус и сотрудничать с коллегами из других прикаспийских государств, что позволит в полной мере исполнять международные и национальные обязательства по сохранению Каспия. По предварительным данным, на его создание планируется выделить 300 миллионов тенге. Ратмир Ибраев, CBC, Казахстан. Это были все актуальные новости по ту сторону Каспия. Вы смотрели «За Каспием». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова